Вы знаете, я вчера до позднего вечера в том числе сидел, еще раз вычитывал данное решение и очень удивлялся тем заметкам в средствах массовой информации, которые появлялись начиная со вчерашнего вечера. Никаких объектов, о которых говорили на пляжах, в том числе пишут, я не понимаю откуда взялась эта информация. Если есть какая-то конкретная информация по каким-то конкретным объектам, пожалуйста, задайте вопрос. Конечно, у нас речь идет о 18 объектах, которые подлежат приватизации путем аукционных торгов. Среди них на территории Барк Шевченко. Это Морозлиевская 1.4 и Морозлиевская 1.5. Да, два объекта. Они находятся на территории Парка Шевченко? Что значит на территории Парка Шевченко? На территории Парка Шевченко? Они находятся в границах Парка Шевченко. Ага. Да. Вы предполагаете, члены исполкома такой опасности, что приватизируют объекты... А, я понял, о чем вы говорите. Давайте поговорим изначально. Значит, я понял, о чем вы говорите. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Не предполагается в связи с чем? В связи с тем, что есть кадастровый номер, есть граница отвода Парка Шевченко, поэтому никакое строительство априори, даже если новый собственник посчитает это необходимым, не будет. Есть отвод по границам Парка Шевченко, и данные объекты входят в территорию отвода. Уже есть кадастровый номер, он в кадастровой карте в открытом доступе. Я спрашиваю, сможет ли в будущем... Нет. То есть в будущем... Не вырастет ли... Никогда не сможет... Не вырастет ли там многоэтаж... Нет, нет. Нет, она закреплена за Парком Шевченко. Есть четкие границы отводов, которые попадают в данные адреса. Это есть в открытом доступе. Есть еще один вопрос по побережью. Что именно сейчас строится на пляже Дельфин, между 15 и 16-м районами? На пляже Дельфин? Да. Я не слышал о введении какого-либо строительства на пляже Дельфин. А что там? Возможно, какой именно по-другому городу? Смотрите, Департамент коммунальной собственности отвечает за непосредственно песок, то есть за берегозащитное сооружение от уреза воды до подпорной стенки. Если есть такие факты, пожалуйста, я хочу сакцентировать внимание лишь на одном. На сегодняшний день Департамент коммунальной собственности открыт к ответам на любые вопросы активистов, журналистов. Есть на сегодняшний день ряд разрешительных документов, которые позволяют, в том числе, и я говорил об этом неоднократно в интервью, в первую очередь, это схема расположения временных объектов, подчеркиваю, временных объектов на территории пляжа. Временных. Никакого другого... Никакого другого строительства на пляже априори не может быть. И вообще строительства. Ну, о чем мы говорим. А можно еще один вопрос? Из 460-х годов, которые получили уже подпись Сергея Петякова в основном баспорте пляжа, за неделю что-то изменилось или нет? Нет. Никто ничего не устраивает? Нет. Насколько я знаю, нет. То есть мы сегодня говорим о первом этапе. Первый этап предполагает размещение объектов, временных объектов на территории побережья. Все остальные объекты, которые еще не успели арендаторы ставить, то есть мы говорим о шезлонгах, мы говорим о зонтиках, мы говорим о холодильниках и о... Нет. Из-за неподвижности везде заработок, правильно? Нет. Смотрите, давайте не передергивать факты и давайте говорить с точки зрения закона. На сегодняшний день пляж не считается введенным в эксплуатацию без паспорта пляжа. Единственный документ, который позволяет ввести пляж в эксплуатацию, что называется паспорт пляжа. Схема размещения предполагает размещение временных объектов на территории пляжей. Временных, которые в конце сезона будут демонтированы, так же, как и они были демонтированы в конце предыдущего сезона на зиму. Мы встречались с активистами, встречались с представителями собственника, встречались в департаменте, провели рабочую встречу с представителями депутатского корпуса. Значит, на сегодняшний день, насколько я знаю, обратились и общественные организации, и представители собственника в профильные департаменты и службы с целью установления истины, если можно так сказать. То есть сегодня предстоит ответить на вопрос относительно того, является ли то, что сегодня находится на пляже, временным либо капитальным сооружением. На эти вопросы может ответить нам ГАЗК, в первую очередь, и во вторую очередь Управление архитектурой и градостроительством. Скажите, а пляж под канатной дорогой все так же в аренде будет у Резникова? Я не готов вам сказать Резникова или не Резникова, есть арендатор. Кто канатная дорога? ТОВ канатная дорога, да, пляж находится в аренде. Но у них два пляжа, если вы знаете. Более того, на сегодняшний день подготовлена карта, и насколько вы могли увидеть, и средства массовой информации, она сегодня в открытом доступе. Является, мы ее наполняем, мы хотим сделать таким образом, чтобы она была интерактивная, то есть мы будем вносить туда изменения. Мы отметили на ней те пляжи, которые на сегодняшний день являются муниципальными, на которых ведет предпринимательскую свою деятельность. Предприниматели – это отдельные пляжи, то есть на сегодняшний день мы ее готовим. Но это действительно очень большой, объемный документ. И любой одессит в скором будущем сможет зайти на сайт городского совета и посмотреть на карте, непосредственно, где есть муниципальные пляжи, которые находятся в управлении коммунального предприятия побережья, а где предприниматели могут вести свою предпринимательскую деятельность. Скажите, а чем связано на увеличение по сравнению с прошлым годом площади арендового пляжа? На каком пляже увеличилась арендовая площадь? Ну, насколько я понимаю, всего вместо 11, а около 18. 17 чего? 17 тысяч метров в прошлом году была недолгая выпуск, а в 11 было прошло, а в 17 было. И чем связано такое? Договора, давайте говорить не в общем, а давайте говорить по фактам, да, то есть на сегодняшний день у нас нет информации относительно того, что увеличилось. То есть я могу точно сказать, что за этот период, там есть долгосрочные договоры аренды, которые были заключены в 2006 году, в 2002 году и так далее. То есть они там по 10-15 лет в том числе, ну в том числе и на 16 фонтан. То есть там срок договора аренды, кажется, 10 или 15 лет. Департамент коммунальной собственности, арендатор у нас 16 фонтана, жил в строительстве РС-1, выдал схему размещения временных объектов на территории арендуемого пляжа. Еще раз говорю, что мы, это не вопрос коммунальной собственности.